Липы, украшавшие до недавнего времени аллею на улице Гагарина, спилили. Теперь вместо них пеньки. Ситуация крайне возмутила жителей города. Меня возмущает то, что в нашем городе происходит такой вот беспредел, как незаконное спление деревьев. Потому что она, конечно, законная, я не знаю, но здесь как-то ходишь, такая аллейка приятная была, хорошо было. А вот сталкиваешься таким, как я слышал, как мне рабочий сказал, что здесь будет парковка. Но парковку могли бы сделать и рядышком, или между деревьев. Тут место, в принципе, позволяет. Мы здесь давно живем, и здесь вот спасение было. Хоть какая-то была тень в жару. И вообще, летое жилипо. Это не просто там тополь какой-то, от которого аллергия бывает. Хорошее дерево. Молодое такое. И не знаю, зачем они его спилили. Деревни являются важной частью экосистемы, поэтому законодательство России и других развитых стран запрещает их вырубку. Без очень важных причин. Людей, которые живут рядом с аллеей, удивляют, почему спилили деревья, которые находились в хорошем состоянии. Тем более, как говорится, у нас в городе местами и так немного зеленых насаждений, чтобы спилить еще оставшиеся. Еще когда начали пилить, мы к ним подходили, но они сказали, что выполняют свою работу, у них заказ. Даже, честно говоря, не знали, куда обратиться. Здоровые, молодые деревья. Я не знаю, почему они их решили спилить. Наверное, здесь будет стоянка для машин, скорее всего. Это деревья, это легкие нашего города. Я, как эколог, как бы даже прежде всего против срубы деревьев. Ну, если только они не больные в этом случае. А так можно другими способами обойтись и решить существующие проблемы, если деревья мешают. Нам удалось пообщаться с прорабом подрядной организации ООО «Техногрупп» Верой Крохиновой. Она рассказала, сколько деревьев должно быть еще спилено. Вы планируете 35 деревьев, да, спилить? Ну, я сама буду, вот, прошла, если буду меньше спиливать. Может, еще 5, вот самых таких вот. Пленок. Около 20, около 20 деревьев. Ну, да, да. Также прораб Вера Крохинова показала нам смету проекта, по которому на месте спиленных деревьев должны будут высадить новые, но уже ближе к пешеходной тропинке, чтобы в этой зоне смогли останавливаться машины. Заехали, вот, съезд. Вот, вот, на этот съезд заезжают. Едут, вот, мы будем делать вот здесь вот проезд, и выезжают, и поехали. Дедишку высадили, и поехали дальше. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Котровская, Игорь Глотов. Продолжение следует...